МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жизнь любого прихода складывается из будней и праздников. Особенно людям помнится радость общей молитвы со своим правящим архиереем. Будь то особая церковная дата или плановое архипастерское посещение. В декабре этого года сочинская епархия отметит свое пятилетие. Крупные отделы, знаковые храмы, монастыри и небольшие сельские приходы – все сообща, каждый в силу своих возможностей, своими делами непрестанно свидетельствуют об истинных ценностях православия. Больше 20 лет занимаюсь колокольным звоном, у меня много учеников, но это вот мои тоже сегодняшние ученики. Участвуют также на многих фестивалях колокольного звона. Помогают малышам сейчас, которые у нас новенькие приходят, девочки, мальчишки, девчонки, обучают их. Я занимаюсь звонарным искусством и также пением. Но легче всего, скорее всего, заставить петь колокол, чем петь уже своим голосом. Голос меняется с каждым годом, а колокол, у него голос не меняется, и руки все помнят, делают. Кроме этого, значит, сделали ударение на вокальное пение. Нас приглашали именно на участие регионального фестиваля «Господи, Возвах» православных хоров. И мы приехали в Краснодар. Там было много разных номеров, достаточно нам было волнительно выходить. Именно на этой сцене я была впервые. Мокалист боится за то, как он споет. Он боится за свое произведение, и понравится ли оно зрителю. Сможем мы вдвоем исполнить песню или нет. Когда мы закончили, я почувствовала облегчение, что уже все, все позади, и нечего уже теперь бояться. Мы обязательно выступаем концертом перед своей же аудиторией, перед своими прихожанами. И они слушают, и аплодируют им. У них большой репертуар. И церковное пение, и лирические детские песни есть. И песни о Великой Отечественной войне. По дороге, босиком, по последней дороге, сбиваяся в камни. Только слышно, как где-то ребенок кричит своей маме. И как в миг миллионы людей превращаются в память. И в момент миллионы людей превращаются в память. Навсегда миллионы людей превращаются в память. И вывод один, мы в небо летим. И все, как они, превращаются в пыль, превращаются в дым. Мне бы хотелось, чтобы наши пения услышали какие-нибудь народные артисты, которые именно связаны с церковью, чтобы исправили, если есть ошибки, подсказали, что дальше делать. При поддержке Синодального отдела церковной благотворительности и социального служения Русской Православной Церкви проекта Сочинской епархии – ресурсный центр по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В Сочи состоялись встречи духовенства и педагогической общественности с известным детским психологом, писателем, публицистом и драматургом Ириной Медведевой. Ребенок должен учиться терпеть с самого первого дня жизни. Это основа психического здоровья. И вот сегодня, когда детей не воспитывают, а расчеловечивают, они ведут вредя не только окружающего, не только священнику, который ведет службу, прихожану и хору. Очень трудно терпеть такого ребенка. Если мы вспомним, сколько в жизни приходится терпеть, вот если мы с детства этому детей не учим, мы же готовим некоторым из них вот таким вот душевно-тонким психическим словом. Приемы и методы работы Ирины Медведевой разработаны в русле православной педагогики на основе традиционных ценностей православной культуры. В ходе встречи Ирина Яковлевна рассказала о своем опыте психологической помощи людям, о важности анализа психологического состояния человека при восприятии им богословских мыслей и вероучениях. Очень полезная лекция, приятно послушать опытного человека. Обязательно мы примем ее к себе как должное, просто будем с этим считаться и, я думаю, будем использовать ее точку зрения. Мне понравилось, как сказали про воспитание и что говорят о том, что это не старое воспитание, а воспитание, которое должно стать нормой. Информацию, которую дали нам на лекции, мне кажется, очень полезной и обязательно пригодится мне в будущем. Я очень рада в очередной раз приехать в Сочи. Мне всегда казалось, что местные жители тут очень благочестивы, как будто бы для того, чтобы уравновесить курортный разгул. И еще я очень рада, что семинар, который сейчас проводится, посвящен замечательному, я бы даже сказала, судьбоносному указу нашего президента, указу номер 809 по сохранению традиционных ценностей, про внедрение этих ценностей в воспитание детей. Как детский психолог я счастлива, что такой указ был издан. Я-то рада этому не только с точки зрения восстановления нравственных норм традиционных для нашей культуры и для наших народов. Я знаю о том, как необходимо соблюдение традиционной культуры воспитания детей для психического здоровья детей. Потому что когда у ребенка, как и у взрослых людей, живущих сегодня здесь, происходит хроническое столкновение, согласие с тем, что им навязывается, но это согласие, можно сказать, на уровне ума и бессознательного бунта тех культурных норм, которые записаны в глубинах психики человека. А в глубинах психики записано то, что Карл Густав Юнг, крупнейший психиатр и философ XX века из Швейцарии, называл коллективным бессознательным. Вот эта глубинная память, она бессознательно бунтует против чужеродных моделей поведения, мировоззрения, мирочувствования, которые уже не одно десятилетие навязываются нашему народу. Поэтому у человека, у многих людей, живущих здесь, в том числе и у детей, как сказал бы Грибоедов, горе от ума, ум сердцем не в ладу. Ум стремится к тому, чтобы не выбиться из стаи, чтобы быть в ногу со временем, чтобы не стать белой вороны или, как говорят сегодняшние дети, не стать лузером и маргиналом. А сердце не принимает чужеродного. И они все время сталкиваются. Происходит хроническая ошибка сознательного подчинения чужим нормам жизни и бессознательного бунта. Ну, в восторге. Побольше бы таких встреч с хорошими, умными людьми, которые продвигают вперед традиционную систему воспитания, поддерживают нас, как психологов, педагогов. Мы только за. Большое спасибо. Встреча актуальна. Дай Бог бы, чтобы это слушало наше руководство и на это обратило внимание. А вот когда мы будем воспитывать ребенка, и не только ребенка, а просто когда восстановятся наши вневременные, а не устаревшие, вневременные традиционные ценности, ум сердцем придут в лад. И это даст колоссальное оздоровление психики нашего большого многонационального народа. Осень в Сочи – это пора, когда спадает изнуряющий зной, а дневной бриз продолжает радовать прогретые лучами солнца побережье. Как любят шутить сочинцы, первые месяцы осени здесь – вечное 31 августа. В один из таких теплых дней комиссия по физической культуре и спорту сочинской епархии провела соревнования по сапсерфингу. Мы проводим соревнования по сапсерфингу на досках «Тандем», которые решили назвать «Папа, мама, я – здоровая семья». Пришла такая идея – организовать именно семейные соревнования, когда не просто спортсмены, профессионалы или увлекающиеся любители могут принять участие, а когда может принять участие вся семья. Здесь на станции замечательные тандемы, сапы, где семья может полноценно принимать участие. Такое объединяющее для всех, чтобы не только профессиональные спортсмены, но и любители имели возможность. Сапсерфинг за последние несколько лет захватил нашу страну и весь мир, можно сказать, своей простотой выхода на воду, в море, на реку, на озеро. То есть у нас в России, начиная от Владивостока и даже самых северных регионов, приезжают ребята, которые занимаются сапсерфингом, выходят в море, проходят в России, сплавляются по речкам, там по 60-100 километров за один день. На Черноморском побережье сапсерфинг является таким локальным видом, то есть выходят недалеко от берега, потому что ветра, все-таки это открытое море. При поддержке сочинской епархии и серф-станции «Вода» и сегодня мы будем соревноваться за такие классные кубки. За первое, второе и третье место у вас будет два весла, вам нужно будет левым бортом обогнуть желтый буйк и финишировать может один из участников с веслом. Внимание! Я не первый раз на соревнованиях, которые организовывает отец Николай. Я хожу в храм понятелемо-нацелителя. Мне в храме научили, потому что надо соперников уважать и быть к ним добрым. Пять лет уже по благословению Владыки с момента основания епархии и существует комиссия по физкультуре и спорту сочинской епархии. Традиционно у нас проходят соревнования по велоспорту, по легкой атлетике проходят соревнования. Сейчас водные виды спорта, потому что город Сочи у нас такая южная точка и есть идеи по организации соревнований по парусному спорту, по виндсерфингу, по виндсерфингу. У нас планируется проведение все-таки еще и по плаванию в открытой воде тоже мы будем проводить соревнования. и в бассейнах. Мы проводим ежегодно соревнования всероссийские, большие. Они имеют статус чемпионата города Сочи. Кубок Черного моря называется в ноябре. И как раз таки туда к нам приезжает 38 регионов России. То есть в последний раз были ребята из Читы. Сейчас это стало настолько популярно, что люди чаще стали покупать не мангалы, а сапсерфинг, выезжая на уикенд куда-то на речки или на озера. Поэтому сапсерфинг, честно говоря, захватил большую часть населения. Это очень удобный рекреационный отдых просто для того, чтобы с семьей провести выходные на воде. У меня же здесь есть друзья. И я еще с семьей. Есть чемпионаты мира, есть большие международные соревнования. То есть это в стране у нас зарегистрированный вид спорта. Епархия проводит много соревнований, в которых в том числе я участвую. Пришла такая идея, так как формат очень развивающийся и доступный для всех. То есть в данном случае мы используем большие доски семейные. И я думаю, что это одна из больших ценностей организации семьи. Сапсерфинг доступен, начиная от юношества, заканчивая любым практически возрастом. Если есть силы выйти в море, то это возможно. Наши соревнования являются бесплатными для всех участников. Епархия нам помогла с призами. Мы со своей стороны выделяем оборудование и проведение мероприятия. Мы награждаем команду «Лаки». Ура! Вы награждаетесь кубком от епархии города Сочи от сербстанции «Вода». Второе место у нас заняла команда «Леха». Поздравляем вас вторым местом. Вы боролись в суперфинале. И первое место заняла команда «Жемчужина». Поздравляем вас. Спасибо. Я первый раз сегодня участвовал на соревнованиях. Получился успешный выход. Выиграли все полуфиналы-финалы, только за первое место проиграли. Второе место взяли. Я в следующем году вижу замечательное соревнование. Точно такое же надеюсь будет называться также и на этой станции. Мы также, надеюсь, будет принимать больше участников, чем в этот раз. Будут сильнее противники, чем в данный момент.